друзья всем привет ролик такой внеплановый потому что я читаю ваши комментарии и просто честно говоря у меня глаза разъезжаются вот так в разные стороны и иногда даже падают челюсть на полу мне приходится ее поднимать я так понимаю что многие из вас вообще не понимают о чем я говорила в ролике про курс валют и как все это работает вот хочу дать некоторые пояснения потому что не сообразила сразу что вам предоставить например какие-то там доказательства чтобы не только с моих слов потому что меня уже обвиняют во вранье что я все вру что все не так что я паникую что я почему-то ненавижу и злобствую по поводу россиян как я могу это да то есть я осталась без зарплаты мало того что моя зарплата превратилась пшик я ее вообще снять не могу потому что виза здесь больше не работает вот но это ладно я сама дура надо было подумать что и в беларуси она тоже не будет работать я почему-то подумала что россия и беларусь все-таки такие до соединенные страны а вот фиг вам табачок-то в росте оказался вот и ладно я к этому меня вообще никаких претензий нет это надо было башкой думать но то что я не могу ее снять но то что она превратилась пшик это что неправда что ли и я значит злорастую по поводу того что россияне теперь значит вот не могут приехать в беларусь да вы чё блин вот я не знаю ребят я узнать я сейчас сижу читаю комментарии у меня просто я прошу прощение за эмоции но это невозможно как я могу злобствовать что россияне сюда не могут приехать до меня куча подписчиков собирались сюда ехать весной переезжать покупать здесь жилье и теперь они сидят вот в таком вот состоянии и типа что делать потому что их российские рубли если они их не в долларах копили а теперь они в долларах их не могут сюда привезти потому что в россии не продают теперь наличную валюту вот и они сидят просто и что то есть домик который там они собирались купить за миллион вдруг для россиян по курсу вот этому банка стал стоить блин 2 миллиона давайте вот посмотрим какой курс итак вот я открыла страницу курса валют в гродно лучшие курсы в гродно на 12 марта я вам почему и говорила число потому что друзья мои каждый час буквально все меняется курсы на 11 марта не знаю как то можно посмотреть так да вот на 11 марта вот он покупка рубля что я вам вру рубль рубль 50 рубль 60 рубль 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 50 рубль 40 рубль 95 лучшая покупка была на 11 марта если мы посмотрим на 10 раз уж так тут можно рубль рубль 20 рубль вот лучшие покупки рубль 50 рубль рубль 20 рубль 40 опять рубль рубль 20 то есть если вам крупно повезло и вот эти банки работали например в этот день и вы могли и там вообще был прием рубля еще не все еще принимали то да вы могли сдать по рубль 50 в лучшем случае а иногда и по рубль 20 и по рублю потому что вы будете бегать по всему городу искать вот отделение вот этих банков что ли туристы приезжают и люди которые просто там приехали они зашли в первый попавшийся банк и начинают менять валюту и у них принимают по рублю белорусском рублю за 100 российских рублей что вы мне все пишите что я вру или еще что-то друзья мои я сначала проверила что что и как происходит у меня же полно россиян которые пошли в обменник и просто с вытраченными глазами оттуда вышли до продажа вот она продажи не осталось не изменилась продажа осталось практически такой же 33 20 то есть курс продажи остался таким же как и был удивительно да идем дальше вы все путаете курс официальной конвертера с тем курсом который продается в банках или покупается вот я зашла конвертер валют в яндексе да за 100 российских рублей дают 2 рубля 83 копейки белорусских это так называемый официальный курс там биржи или что там не знаю как я не специалист в этом далеко вот но это не значит что по это вот вот так торгуют банки потому что еще раз вам вот показываю на сегодняшнее число сегодня кстати в беларуси рабочий день сегодня банки работают и вот он уже опять же курс вот у некоторых даже так и остался рубль но хотя он поднялся вон смотрите сколько банков он рубль 10 торгуют то есть принимают рубль российский 100 рублей и за 100 рублей российских еще раз дают вот например банк белвеб дает всего рубль банк беларусь банк самый крупный банк беларуси рубль дает рубль а продает по 3 рубля одной копейки разницу видите какая да вот есть бнб банк вот у него вот хороший курс 2 и 2 на сегодня плюс сбербанк дает 2 и 2 хотя кстати у сбербанка совершенно недавно было рубль я смотрела что тоже удивлялась техно банк дает 2 и 2 то есть на сегодняшний день курс начал опять увеличиваться и понемногу возвращается к нам к привычному нам курсу что как говорится не может не радовать но на тот момент когда я вам говорила то это значит вот такой вот курс то был практически у всех был рубль я этот ролик выпустил не для того чтобы позлорадствовать не для того чтобы вам собрать в чем-то зачем мне врать вот скажите мне вообще я вот это вообще вот этого обвинения во вранье вообще не понимаю я все перепроверила 150 раз вот или что злорадствовать что теперь-то россияне не могут приехать беларусь вы чего вот во что в голове вообще люди а чтобы просто пока пока я сказала вам ребята пока сидите не ездите потому что вот это вот сейчас непонятная вообще ситуация мало ли что вы вот приедете сейчас а тут вот такое и что дальше по картам да я же сказала в ролике по картам совсем другой курс если вы расплачиваетесь картами то да там конвертации конечно не к рублю на где-то примерно там 220 250 там зависимости видимо от банков что ли потому что мне вчера вы не представляете сколько народу написала позвонила моих подписчиков что а мы вот так а мы вот так меняли у нас вот по такому курсу я так понимаю все какие-то разные видимо банки этих карт карты я заговариваюсь карты разных банков и там меню немножечко вот там каких-то копейках колеблется этот курс они там по-разному меня даст карты оплачивать удобнее особенно если у вас теперь карта мир по ней вообще говорят самый лучший курс ну а теперь у нас вариантов нет только карта мир или вот китайская union pay но ее сейчас по моему еще не знаю кого она есть возможно уже у кого-то и есть вот она же не была у нас так распространена сильно все да по картам выгоднее немного выгоднее но не нам но не так как было и действительно если у вас была здесь пенсии там 10 тысяч рублей российскими то если раньше вы с нее 300 рублей снимали белорусских то теперь вы снимете только там 200 рублей даже по конвертации вот этой вот карточной они наличными то есть получается что российские пенсионеры получающие на карточку российские деньги здесь по отношению к белорусскому рублю стали беднее получается вот я что хотела вам донести и кто зарплату получает в российских рублях типа меня я стала беднее получается по отношению к российского к белорусскому рублю но мне писать, а вот в долларах, да что в долларах, все в долларах, забудьте о долларах, нету больше доллара. Доллары теперь покупать в России нельзя наличными, и я думаю, что уже все, и вон вообще говорят, что перестанут, перестанет, все, не будет доллара больше. Уж не знаю, что в Беларуси будет. Хватит все считать теперь на доллары, получаем-то мы зарплату не в долларах, а в рублях. Если бы я в долларах получала, то сидела бы сейчас так, ну, курила бы, и да, вот может быть, ну, это не ко мне, я бы не злораз задаствовала, но так, типа, а мне что беспокоиться, я в долларах получаю. И кто сейчас айтишники всякие получают в долларах, вот они пока сидят себе там на попе ровно. В общем, друзья, вы как-то это, прежде чем писать там злобные мне комментарии, ну, и всякие такие, вот там, типа, вы все врете, и все не так, ну, как-то попытайтесь разобраться-то, про что я говорю, такое ощущение, что вы не слышите, что я говорю. Услышали там какую-то одну фразу ее из контекста, вышвырнули, и начинайте сразу тут писать мне комментарии. Вот. В общем, я думаю, все будет нормально. Сейчас тут Лукашенко с Путиным там о чем-то перетерли вчера в Москве. Ох, уж не знаю, о чем там. Они перетерли, но я думаю, что мы все равно привязаны к России, Белоруссии и России, почему я говорю, вот они настолько тесно друг с другом сплетены, что не будет так, что иначе получается, что и так, и так Беларусь сильно от России зависит. А если сейчас останется такой курс рубля, то это все. Тем более впереди лето. Ребята, вы что, сюда россияне едут, деньги здесь оставляют. Вот. Даже несмотря на закрытые со стороны России границы автомобильные. Вот. А тут вдруг вот такая вот ерунда. Нет. Все сейчас будет. Сейчас максимум неделя и, скорее всего, все выровняется. Просто еще раз говорю. Пока. Вот кто вот сейчас уже сидел на чемоданах и уже у него машина была уже заведена, стойте пока. Выключайте машину, пока сидите еще недельку, и там будет видно. Вот для чего этот ролик выпустила. Они не для того, чтобы соврать вам или что-то позлорадствовать. Все. Всем пока. Всем до новых встреч. Ой, ребята. Я даже не знаю, как вам новости-то выпускать. Перевирайте все по своему какому-то непонятному взгляду. Ладно. Все. Всем пока. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok